Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити и уважаемые наши контрагенты. Действующее и будущее. Собственно видео посвящено контрагентам, то есть это юридические лица, которые заключают с нами договор на оказание дистанционных психологических обследований персонала, ведущего, проводящего потенциально опасные виды работ. До недавнего прошлого, до мая месяца, все это дело было регламентировано несколькими приказами, в частности приказами Минздрав соцразвития, Министерством атомной промышленности, Министерством железнодорожного транспорта, а самое главное с недавнего прошлого. И это большое движение вперед, большое развитие, в это дело вмешался так, вмешался Ростехнадзор. На данный момент на своих экранах вы видите, значит, приказ Ростехнадзора от 19.12.2018 года, номер 623. Надо сказать, что это видео должно появиться было достаточно давно, но все что-то руки не доходили до этого видео, до этого содержания, этой информации. Одним словом, до, обратите внимание, зарегистрирован этот приказ в Минюсте 15.05.2019 года, под номером 54.629. Этот номер нам не особенно важен, в практике, конечно, все будут использовать вот этот номер, номер 623. То есть, это видео, как я уже сказал, должно было появиться как минимум 16.05.2019, как только вот этот приказ был официально принят, он был официально зарегистрирован и является на данный момент действующим. Но, повторюсь, руки все не доходили, хотя это, в общем, основа основ нашей деятельности, деятельности научно-прикладного центра АКМЭ, лаборатории психологического обеспечения. До этого момента, до 15.05.2019 года, действовал приказ номер 721. Это предыдущий приказ номер 721 от 2011 года, называется он также об утверждении административного регламента по предоставлению Федеральной службы по экологическому технологическому атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на право ведения работы в области использования атомной энергии работников объекта использования атомной энергии. То есть, в России существует, по нашим данным, более 800 предприятий, которые так или иначе, это предприятия совершенно разной сферы деятельности, разной направленности. Это, конечно, прежде всего атомные предприятия, нефтегазовые предприятия, добывающие, горные предприятия, транспортирующие предприятия, опасные грузы, связанные с источниками ионизирующего излучения, так называемыми ИИ. Но обратите внимание, 721 основа основ Ростехнадзор молодец, это суперорганизация, которая предъявляет определенные требования к эксплуатации потенциально опасных объектов, связанных с источниками ионизирующего излучения. Ситуация в России с этим достаточно сложна, и Ростехнадзор абсолютно-абсолютно не то что прав, он молодец, что занялся этим вплотную. Он вклинился в ту ситуацию, которая была до этого между медициной и Минздравом, Минздрав соцразвитием и, собственно, Министерством атомной промышленности. Появилась третья сила, Ростехнадзор, вот этот 721 административный регламент, он очень многое принес, привнес полезного в урегулировании и решении этих вопросов. Но вот он был отменен, он сейчас на данный момент является недействующим, и ему на смену 721 административному регламенту с 05.2019 года пришел приказ номер 623. Вот, собственно, вот это наша Библия, да, так будем говорить. То есть, фактически, если говорить о том наполнении, которое содержит в себе 721 предыдущий приказ и 623, оно идентично. Ну, поменялись главы, поменялась нумерация, но смысл остался прежний. Существует перечень 233 приказ, который определяет перечень опасных профессий для Российской Федерации в области атомной энергетики или предприятий, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения. Повторю, что это не только самая понятная атомная станция, предположим, но и предприятия транспортирующие ИИИ. Или, предположим, это какие-то установки, приборы, в основе которых или внутри которых, допустим, на каком-то нефтегазовом производстве присутствуют ионизирующие источники излучения, что, в общем-то, тоже представляет определенную угрозу. Это вполне понятно. У нас взорваться может все, что угодно в России. И тем более, если это неважно на каком предприятии, какой сферы деятельности это предприятие, эксплуатируете, ребята, надо это очень строго контролировать. Ростехнадзор – та организация, которой уже при жизни надо поставить памятник, потому что они молодцы, они этим занимаются, проводят очень мощные периодические проверки. Эти проверки можно, каждое предприятие может увидеть на сайте Ростехнадзора. То есть, на всего существует 26 МТУ межтерриториальных управлений Ростехнадзора. У них у каждого есть свой сайт, они распределены по всем областям и весям нашей необъятной родины. Значит, там Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ, 26 МТУ межтерриториальных управлений Ростехнадзора. И нереально, ребята, занимаются контролем. Они действительно не ерундой занимаются, а проводят эти проверки и следят за тем, как эксплуатируются объекты источников ионизирующих излучения. Одним словом, с 15.05.19 года ситуация еще более улучшилась. Этот документ, как и, собственно, предыдущий, но смысл у него в некотором смысле потерян в 721, поскольку он прекратил свое действие и на смену ему пришел 623 приказ. Соответственно, 721 не действует. Но по содержанию, по сути своей, вот я повторюсь, поменялись только номера глав, статей, в этом, допустим, вот общее положение и так далее. Неважно. Значит, одним словом, 721 заложил основы основ вот этой классной, нужной, необходимой деятельности в плане безопасности, производств технологических каких-то, да, то есть связанных с источниками ионизирующего излучения, а 623 вполне закономерно его продолжил. Значит, надо что сказать. Помимо этого, то есть 623 во многом повторяет, во многом привносит нечто новое, некую иную структуру в подходе к контролю этих предприятий и организаций. Раз в год организация должна, раз в 5 лет организация получает лицензию на право введения потенциально опасных видов работ. И, соответственно, ежегодно его работники проходят медицинскую комиссию. Им оформляется, по итогам этой медицинской комиссии, оформляется справка по форме 302Н. К этой справке идет приложение справка 34С, общие изологических обследований, собственно, чем занимается наша лаборатория. И, соответственно, в пакете документов там с проверками, обучениями и так далее, на каждого работника, сталкивающегося с ИИ, значит, оформляется индивидуальная личная лицензия. Ростехнадзор за этим очень строго следит. И он большой молодец. Четкая, понятная структура. Зайдите, найдите сайты Ростехнадзора. Там будут планы проверок каждого предприятия. На первой странице, это вообще удивительно для нашего, значит, вообще рунета, интернета, классные сайты, 26 сайтов. Соответственно, как я уже сказал, соответствуют они количеству МТУ, междуретриарных управлений. На каждом сайте четко определены экселевские таблицы, в которых предприятие по своему подразделению МТУ, Ростехнадзору, может себя найти. Будет у них, будет у вас проверка, не будет у вас проверки Ростехнадзора выездные. Как правило, это комиссия, 5, 6, 7 человек, они приезжают конкретно на место и, значит, смотрят, как все это происходит. Там целый набор критерий существует. Это реальная и нужная деятельность, не просто в России, но и для всего мира. Потому что, сами понимаете, что, в общем-то, ИИ, это вам не просто так, это не ерунда какая-то. Значит, итак, 721-й, закончил свое существование, свою деятельность, пришел 623-й. Мы ориентируемся на него. И там четко прописано, значит, в этом приказе, если вы его посмотрите. Да, вот его можно скачать с нашего сайта, мы сейчас к этому подойдем. И, в частности, его можно скачать с консультанта Плюс, то есть запросить, и вам этот документ вышлют. 620 приказ Ростехнадзора от 19.12.2018, который вступил в силу, соответственно, зарегистрированным Минюсте 15.05.2019 года. Свершилось. Дело нужное продолжается. И, соответственно, кто в этом заинтересован, специалисты по технике безопасности, то есть директора, заместители директоров по безопасности, они должны понимать, что они работают вот по этому самому приказу. И в помощь им я хочу сразу же озвучить очень важные пункты этого приказа. Это, в частности, пункт 31, пункт 32, пункт 40, пункт 45, пункт 82 и приложение номер 5. Вот это те пункты, которые объясняют, поясняют, что и как надо делать в области безопасности в отношении проверок Ростехнадзора, наблюдающего за источниками именизирующего излучения. Но давайте подойдем к первому из этих перечисленных мною пунктов. Пункт 31. Вот он такой, с консультантом, плюс весь красивый. Пункт 31, то, что нас интересует, давайте я прямо не поленюсь, промотаю. До пункта 31, 15, МТУ, вот речь идет о персонале. Да, кстати, это больная боль, не знаю даже, как сказать, да. То есть, проходят у нас в лаборатории руководящий состав. Это, как правило, директор предприятия, главный инженер, начальники подразделений, цехов, отделов и так далее. Как правило, это на каждом предприятии от двух, трех, четырех до десятка человек, иногда более. И, соответственно, иногда, очень редко, как бы предприятия забывают, эти же самые директора, что надо получать персональную лицензию и на рабочий персонал, не только на ИТР. Иногда ИТР к нам попадают, да. Но и рабочий персонал, ведущий технологический процесс, оперативный, так называемый, персонал, в конце концов, непосредственно ручками, конкретные работы, конкретные вентиля, конкретные, значит, там, приборы, конкретные какие-то места, обслуживают как раз рабочий персонал, понятно, да. То есть, руководители ИТР, рабочий персонал. Вот товарищи из руководящего состава к нам попадают, значит, а вот персонал из рабочего персонала попадает к нам редко. А это крайне необходимо и важно понимать, что кадры решают все, и конкретный рабочий, он непосредственно связан с этой технологией, и он должен быть об этом всем предупрежден, проверен, все целы, всесторонние. В Америке этим занимаются огромные институты. Я был на ряде конференций, где нам рассказывали заведующим таких лабораторий, как у нас, как это сделано в Америке, чем они обследуют, тем же ММПИ, там, КТЛ и так далее, и так далее, ПЗМР, СЗМР, РДО. То есть, в Америке это все поставлено на очень широкую ногу, так скажем. Одним словом, 623 приказ Ростехнадзора, он все это дело определяет. Ну и давайте, вот, я немножко отвлекся, 31 пункт, о чем он говорит. 28, 29, 30. Вот. Значит, да. Значит, перечень документов, предоставляемых заявлением о выдаче разрешения, включая от себя следующие документы. И вот мы с вами здесь, давайте, найдем, опять же, перечисляется персонал и перечень документов, необходимых работнику. Значит, вот. То есть, речь идет, речь идет о постановлении правительства Российской Федерации от 1 марта действующего 97 года номер 233. О перечне медицинских противопоказаний и перечне должностей. По нему живет вся Россия по этому постановлению от 1 марта 97 года номер 233. Это краеугольный камень, основа основ, база для проведения в Российской Федерации. Ну, в частности, речь идет о перечне медицинских противопоказаний и перечне должностей, на которые распространяются данные противопоказания, а также о требованиях к проведению медицинских осмотров и психофизиологических обследований работников объектов использования атомной энергии. Вот. Впервые появляется у нас в этом пункте слово психофизиологических обследований работников объектов. Первый, 31 пункт, далее идет у нас разъясняющий пункт 32, далее пункт 40, повторюсь, не полюнюсь этого, 45, 82 и приложение номер 5. Это то, что касается непосредственно медицинских освидетельствований и психофизиологических обследований работников объектов использования атомной энергии. Вот так это все выглядит в приказе. Скачивайте в консультанте плюс 233 и исходящий, как бы, имеющий свое продолжение 623. Приказ Ростехнадзора от 18-го года, декабря 2018 года, вступивший в силу 15.05.2019 года. Давайте перейдем больше к конкретике и откроем наш сайт. Обратите внимание, то есть на сайте у нас это все четко отслеживается. У нас, мы сейчас с вами находимся на нашем сайте, на странице документы под циферкой 1. И вот здесь вот, если промотать, тут все наши координаты, все наши явки, пароли по деятельности научно-прикладного центра АКМЭ, лаборатория психологического обеспечения. И вот здесь вот идет нормативно-организационные документы ООО НПЦ АКМЭ. И первым из них идет архив, в котором вот все ниже приведенные приказы и так далее, и так далее, и так далее, по нашей деятельности, по деятельности лаборатории, по регламентирующим документам всей этой деятельности. Они здесь все присутствуют в одной таблице, буквально все. То есть, если вы зайдете и скачаете, вот, скачать все документы одним архивом под циферкой 1, вы там увидите и 623, и 233 приказ, и библию лаборатории психологического обеспечения, 532 приказ и так далее. Одним словом, на странице нашего сайта мы все это дело обновили. Далее, значит, также в двух местах это у нас на сайте находится. Мы переходим с вами сейчас, вот, перешли в частности, вот здесь у нас был страница сайта номер 1 документы. Сейчас мы на странице 2.1 услуги. Вот здесь вот прописан четкий алгоритм, как, что, зачем и почему проводятся психологические обследования. И, соответственно, здесь же вот под синими ссылками выделены все нормативно-организационные документы. Вот, если прочитать эту страницу, все станет ясно и понятно. Тут прописан четкий алгоритм, кто должен получать лицензию, какие предприятия, газоснабжение, транспортирование, угольный, горно-рудный, химический, объекты химической, нефтехимической промышленности, металлургической, коксохимической, ядерной, понятно, и так далее, и так далее, и так далее. В общей сложности их 16, 16 вот таких организаций, которые должны получать разрешение Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии. И, соответственно, здесь по ссылкам приведены все те же самые вот преснопамятный наш 623, основной на данный момент, о котором я сейчас только что говорил, то есть его можно скачать здесь, можно его скачать в Консультант Плюс. Здесь постановление 240, крайне необходимое, которое определяет ежегодность проведения психологических обследований один раз в год. Здесь 233 приказы, перечень медицинских показаний и требования к проведению медицинских осмотров и психологических обследований работников. И, значит, методические рекомендации Минздрава Российской Федерации, Минздрав соцразвития, методические все эти рекомендации. Можно посмотреть форму справки по ПФО и скачать, то есть нажимая на ссылку у вас, перебросить на Google Диск и оттуда ее спокойно можно скачать. То есть вот те справки, которые мы оформляем по приказу 34С, справку по медосмотрам 302Н, все вот здесь вот этот алгоритм, он четко, без всяких, без воды, он прописан. Прочитали, все понятно. Вот. На этом, наверное, надо закончить. Вернусь снова к 623-му. Замечательно, что вот, наконец, дошли руки снять такое видео. Я надеюсь, что если у вас возникнут какие-то вопросы, вы обратитесь к нам или по телефону, или по электронной почте. Все явки и пароли находятся у нас на сайте в разделе «Контакты». Постараюсь ответить на все ваши вопросы в этой теме в общей сложности лет, наверное, 20 в общей сложности. Вот здесь 17 написано. Давно надо поменять. То есть мы занимаемся этим с 2000... с 98-го года. То есть еще с нулевых годов, грубо говоря. Соответственно, можно позвонить, написать на электронную почту, задать вопросы мне, моим коллегам, сотрудникам, нашим бухгалтерам, юристам, если какие-то вопросы вдруг у вас возникают по поводу психофизиологических обследований, психофизиологического обеспечения работников вашего предприятия. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!